Мечта о встрече с президентом. Заслуженная работник культуры, 88-летняя жительница Ялты Алла Ханила всю жизнь ждала возвращения Крыма в состав России. Теперь женщина грезит пожать руку Владимиру Путину. О том, как появилась эта мечта, узнавали наши журналисты. Уже 70 лет Алла Ханила работает в Ялтинском доме-музее Чехова. Именно здесь в 2003 году она встретилась с Владимиром Путиным. Тогда женщина лишь наблюдала за президентом со стороны, а потом, набравшись смелости, подошла сфотографироваться. В 2003 году, в мае месяце, 4 мая, Владимир Владимирович Путин посетил наш музей чеховский. Так что осмотрел чеховский дом. И вот там бюст у нас стоит около нового здания. Потом с сотрудниками сфотографировался. За 88 лет Алла Васильевна пережила несколько смен власти. Но лишь к действующему президенту она испытывает искреннее уважение и почтение. Ведь именно он подарил возможность возвращения Крыма на родину, в Россию. Я в курсе всех дел. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что Путин просто, ну, не знаю уж так. Тем более, у меня есть с чем сравнивать. Я же начинала, как говорится, жить ещё при Сталине. Потом там всякие Ельцины, Горбачёва. Я уже забыла, кто ещё там у нас всякие были. Так что это всё, знаете, так проходимцы были. Вспоминая события двухлетней давности, всекрымский референдум. Алла Ханила не скрывает эмоций. Проголосовать ей не помешали ни плохая погода, ни серьёзная травма. По пути на избирательный участок Алла Васильевна упала. Её отвезли в больницу. У меня правая рука действует, мозги варят и глаза видят. Я говорю, дайте мне ручку в правую руку. Ну, они мне дали. И я очень хорошо сама такую большую, ясную, хорошую галочку поставила. Так что проголосовала сама. Так что для меня это было очень важно. Алла Ханила была свидетельницей ещё одного важного исторического события для Крыма – Ялтинской конференции 1945 года. В то время ей было всего 17. После уроков они с ребятами бегали смотреть на английские и американские корабли, которые стояли в акватории города. Мы не могли клевать и подойти туда, даже не пускали. Всё это охрана была. Но мы, конечно, из тройки ведущих, которые представляли наши страны, там Россия, Англия и Америка, мы никого не видели. Но мы зато видели министра иностранных дел Англии Энтони Идена. О заветной мечте крымчанки уже знают от журналистов и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что просьбу Аллы Ханила обязательно передадут Владимиру Путину. Екатерина Серегина, Олег Бойко. Время новостей. Ялта.